Это средство будет интересно тем, кто хочет осветлить волосы, но не хочет красить их, а хочет максимально натурального эффекта добиться. Осветляющий гель, который называется Sun Kiss, использовалась им вторую половину лета, начало осени, и за это время я постепенно осветлила волосы. Это средство правильно использовать летом, когда вы идете на пляж. Еще несколько десятков лет тому назад волосы осветляли с помощью подручных средств, выгорали на солнце. Если волосы сами склонны к выгоранию на солнышке, то можно нанести перекись водорода, и волосы становятся светлее. Вот этот гель действует по такому же принципу, только он с ухаживающими элементами. То есть, если перекись, она может портить волосы, при сильное воздействии, то этот гель мягко действует на волосы. И я пользовалась этим гелем вторую половину лета, начало осени, и мои волосы стали светлее на 3, и, может быть, где-то некоторые пряди даже на 4 тона выгорели. Но у меня волосы и так выгорают на солнышке. 100 миллилитров у меня на несколько месяцев применения. Я не регулярно прям им пользовалась, наносила на волосы, на сухие волосы, можно на влажные волосы, и шла на пляж. Очень легко применять его. Наговорочка то, что это средство нельзя наносить на кожу головы. Дальше тонизирование кожи. В этом году у меня закончилось сразу два тоника для кожи. Первый такой вот огуречный тоник для жирной комбинированной кожи. Второй это гималая, освежающий, очищающий тоник, тоже для комбинированной и нормальной кожи. Этот без спирта. В этом году я четко осознала то, что кожу нужно обязательно тонизировать, потому что если кожа чувствительная, как у меня, и она у меня еще и комбинированная, очень привередливая досталась мне кожа от природы, поэтому она требует особого внимания к себе, очень привередливая, к сожалению. Так как я вынуждена каждый день на работу наносить макияж, потому что это предусмотрено нашими стандартами, она стала еще больше капризной. И я в этом году уделяла особое внимание очищению от макияжев, и если очищать кожу со всеми правилами, то очищение обязательно включает в себя этап тонизирования кожи. Поэтому у меня в этом году убилось две баночки тоника. Этим тоником я пользовалась летом и только в Т-зоне, потому что для жирной кожи, чтобы не было расширенных пор. И вот этим тоником я пользовалась все остальное время, еще с прошлой зимы. И вот только недавно он закончился, пользовалась осенью им. Понравились оба. Указано, что он не содержит спирта, но если честно, то в нем присутствует запах немножко спиртовой. Я делала обзор на вот эту фирму. Это польский производитель. И это очень бюджетная косметика. У меня есть еще от нее макапремовер и крем, который я тоже добила в этом году. И здесь мне понравился состав этого тоника. То, что здесь на первом месте достаточно хорошие ингредиенты. То есть подразумевается, что их здесь больше всего пантенол также есть в составе. Также указано, что очень деликатно очищает кожу. После умывания это просто идеальный тоник и очень бюджетный при этом. Гималайя это тоже недорогой тоник и тоже хороший. Указано, что он очищает и сужает поры. То, что контролирует работу сальных желез, делает кожу гладкой и сияющей. Не думаю, что это все прям 100% так и будет, как заявлено производителем. Главное для тоника это, чтобы он был деликатный и нежно очищал кожу. Это для меня самое важное требование от тоников. И два вот этих тоника очень бюджетные. Я могу их рекомендовать, повторюсь. Ну и что касается еще очищения кожи. Целых три средства. Это такие миниатюрки. Они не взаимозаменяемые. То есть чаще всего я их комбинировала. Или все три, или только два. В зависимости от того, какой у меня был макияж. Вот это средство от Liren также пробовала. Как говорила в прошлом видео. Потому что мне очень понравился крем от Liren. Это очень доступная косметика. Продается в аптеке у нас в Украине. Я ее встречала, по крайней мере, только в аптеке. Это очищающий гель для умывания лица. И также подходит для умывания глаз. Вот это средство я не могу рекомендовать для снятия именно косметики. Если вы умываетесь по утрам с мылом или с пеной очищающей, то тогда вам подойдет этот гель. Потому что он очень мягкий. Косметику он плохо смывает. Мне не понравилось. После умывания этим средством, когда пользуешься тоником, то он остается на ватном диске еще косметикой. Это очень неприятное такое чувство. И, конечно, лицо должно быть очищенным полностью. С этим средством такого не будет. То есть, чтобы прям хорошо смыть косметику, еще если вы целый день ходили с косметикой, и она у вас была водостойкая, то нужно сразу воспользоваться мицеллярной жидкостью. Вот как раз я так делала виши. Это три в одном. Остатки косметики после него и сам этот мицеллярный раствор нужно было смывать этой пенкой и тогда уже переходить к тонику и крему. Также, если у вас были активно накрашенные глаза, там, стрелки, тушь, или если у вас стойкая тушь или водостойкая тушь, то подходит вот это средство. Это как раз мейкап-ремовер для макияжа глаз. То есть смывает тушь, смывает подводку, делает это бережно. Конечно, не нужно тереть кожу. Лучше просто дать ватному диску впитать в косметику, излишки, потом вы смойте вместе с очищающим гелем и водой. На самом деле получается не так много этапов очищения кожи. Если вы возьмете это себе в привычку, то это будет очень хорошая привычка. Я нашла в интернете информацию по поводу правильного очищения кожи. Должно быть 10 ступеней по очищению, целых 10 ступеней, поэтому все-таки не пренебрегайте лишний раз снять тщательно косметику. Ну и потом уже я наносила крем. Это тоже польский крем вот этого бренда, который для меня загадка как читается, но визуально его можно легко идентифицировать. Салуэ Вера для сухой и нормальной кожи. Я его покупала как раз, когда искала питательный крем, очень увлажняющий крем, и в то же время, чтобы не забивал поры. Очень много ждала от этого крема, но он оказался легкий. Несмотря на то, что здесь указано, что он для сухой и для нормальной кожи, он оказался достаточно легкий и неэкономно расходовался. У него такая больше кремово-гелевая текстура, которая легко впитывается. Не могу вам его рекомендовать. Нужно пробовать. Мне кажется, что в каких-то конкретно индивидуальных случаях этот крем может подойти. Но точно не буду его покупать еще раз. Он очень бюджетный, но все-таки крем это важная часть ухода за собой. Это не тот случай, когда можно сэкономить хорошо. От Виши еще вот такой вот кремчик для области вокруг глаз. Очень крутой гель. Мне нравятся такие средства для кожи вокруг глаз с таким металлическим роликом в конце, потому что если его правильно хранить в холодильнике и потом наносить на кожу этот гель, то он обладает таким правильным охлаждающим эффектом. Очень увлажняющий гель, при этом не жирный, конечно же. Такой прям очень крутой. Мне понравилось им пользоваться. Достаточно хороший. Дальше хотела еще показать вот такой вот интенсивный питательный крем для рук. У меня одно время, вот больше осенью, была очень сухая кожа рук. Часто пользовалась вот этим кремом. Закончился наконец-то. Тоже пользовалась им года два, несмотря на его маленький размер, потому что питательный буквально одной горошинки было достаточно для того, чтобы нанести на все руки, хорошо размазать. Но он действительно хорошо питает. Но я сейчас нашла достаточно хорошие альтернативы этому крему. Еще хотела показать вот эту зубную пасту от Сплат. Это медицинские травы, если я правильно перебивала название. Обратите внимание, что здесь зеленая такая черточка. Это значит, зубная паста абсолютно натурального состава. Я действительно ощутила то, что это натуральный состав, потому что если вы сейчас посмотрите на свою зубную пасту, то скорее всего у вас будет синяя здесь черточка. Это значит, что это химическая зубная паста и она не очень хорошая. В крайнем случае желтая может быть здесь. Желтая есть в составе и, как это правильно сказать, искусственные ингредиенты, которые не очень полезны, и натуральные. Но если зеленая черточка, то это 100% натуральный состав. И поэтому покупайте с зеленой черточкой и не ошибетесь. Это очень хорошо будет влиять на зубки. Из декоративных средств, совсем чуть-чуть декоративных средств закончилось. Это вот такой вот BB крем от La Rouge Posay. Даже это не совсем будет декоративное средство, больше тоже уходовое, потому что BB крем на замену тонального крема, если вы не хотите утяжелять кожу тональным кремом, хорошо для лета или для осени, если не надо сильно краситься, зачем скрывать красоту кожи, можно воспользоваться аптечным BB кремом, который на основе термальной воды делает кожу очень красивой, аккуратной. У меня в оттенке медиум, он темноват, поэтому мне он хорошо подошел до лета, уже в конце лета. Мне очень нравилось им пользоваться. Кожа была натуральная, выглядела натурально и очень красиво, гладко. Мне прям нравилось, было приятно смотреть на себя. В зеркало кожа раскрывалась в очень хорошем свете, при этом это не матирующий BB крем, он увлажняющий, в нем присутствует такой эффект сияния, натурального сияния, нежирного блеска, нежирного блестка, не надо путать, просто такое хорошее, интересное сияние на лице, которое просто делает светящейся кожей. Мне очень понравилось, я скорее всего его куплю тоже, но сейчас у меня есть другие альтернативные цвета, которые мне нравятся, но это мне очень нравилось. Дальше у меня закончился и параллельно еще и засох, вот такой красивый цвет, это лак от Жарден, кажется, это очень бюджетный лак для ногтей, но он очень долго держался, поэтому я решила вам его показать, я сейчас его никак не могу найти в магазинах, наверное, мы уже давным-другим сняли с производства, очень долго у меня он был, не засыхал, совсем недавно разрешили по деловому дресс-коду красный маникюр, поэтому я сейчас радуюсь, но до этого нельзя было, это еще такой нестандартный красный цвет, не классический, а вишновый, очень красивый цвет, поэтому я редко им пользовалась, он у меня не засыхал, годами стоял, но вот уже закончился и загустил все-таки, и испортился прям окончательно, но тоже я его доиспользовала, там практически до последнего вздоха, до донышка я его доиспользовала, это C&D Vinylux, это необычный лак, просто в восторге от C&D Vinylux, у нас сейчас, наш салон красоты тоже работает на этих лаках, в салоне целая палитра этих цветов, их огромнейшее количество, и все они очень красивые, вот если я брала такой, да, корпоративный, покажу ближе, рабочий цвет, это очень-то такой красивый бежево-серый, с серебристым отливом, оттенок номер 123, называется Impossible Plush, очень красивый цвет, несмотря на то, что он серый, такой бежевый, с холодным отливом, он не делает ногти, без плетского такого оттенка нет, смотрится очень благородно, очень аккуратно, это очень стойкий лак, я его использовала без покрытия, потому что, когда заказывала себе через сайт Мейкап, там не было топа, рекомендуется его правильно использовать еще вместе с топом, я так его использовала без топа, у меня он держался просто супер, я сразу наносила один слой, потом, если было время, сразу наносила второй, если нет, то через день или через два дня даже наносила второй слой этого лака, и прекрасно он наносится, очень аккуратно смотрелся, я настолько в восторге от Винилюкса, я в любом случае буду покупать себе еще, если буду покупать, потому что лаки я себе уже очень давно не покупаю, уже точно больше года, наверное, я на лаки даже не смотрю, у меня есть все приспособления для гелевого маникюра, который больше носится, если бы я покупала лаки, то я бы покупала Винилюкс, возможно, я себе еще прикуплю, на всякий случай, чтобы был какой-то тоже интересный оттенок, и смывала я себе лак, и даже один раз смывала шелак, потому что у меня закончилось специальное средство, вот таким вот средством для снятия лака, от французского бренда, если я не ошибаюсь, где-то здесь же должно быть это указано, не суть важна, вы в любом случае, наверное, встречали у нас в сети Ева, я знаю, есть в Космо, Ева купила просто первое попавшество средство, очень была привлекательная цена на него, и все равно нужно было что-то покупать, супер классно смывал лак, единственное, что в нем присутствует запах резки ацетона, но это такое, что грешат часто этим, очень редко можно снять, даже если написано на средство, что без ацетона, запах очень резки ацетона, все равно чувствуется, я думаю, ему нужно это простить, но классно, очень быстро смывает любой лак, я же говорю, даже шелак смывал с помощью него, ну даже не смывал, там есть специальная технология, как сменимается шелак, чтобы не травмировать ногтевую пластину, но очень бюджетное, очень дешевое средство, оно долго готово хватило, и очень классно смывало, потому что знаю, что девочки жаловались, чтобы купили сегмента подороже, сижиткой для снятия лака, а она не справдалась со своей задачей, такое, к сожалению, тоже бывает, но это и все, наконец-то я уже в сорт, их выброшу, потому что собирала очень долго, для того, чтобы снять это видео, мне кажется, окончательный вердикт, можно вынести средством, именно когда ты закончишь им пользоваться, поэтому всем спасибо за внимание, я поздравляю с наступающими праздниками вас, и до новых встреч!